всем привет с вами Юлия и мой факультет рукоделия и сегодня я предлагаю вам связать шапку которая на сегодняшний день достаточно популярна в интернете это шапка млечный путь шапка из пуха норки и люстрозы то есть люстроза это такая ниточка с пайетками здесь присутствуют пайетки большого размера 6 миллиметров и маленькие 2 миллиметра эти пайетки я брала на алиэкспресс ссылочку обязательно оставлю вам в описании и вообще все что здесь присутствует все что нам понадобится я оставлю для вас все ссылки в описании под этим видео так что раскрывайте описание и переходите по ссылочкам смотрите и приобретайте все что вам необходимо я буду вязать именно из таких оттенков вы можете подобрать себе конечно же оттенки по своему вкусу у меня будет 2 ма . белой пряжи пух норка то есть я буду вязать в 2 нити и также буду использовать дополнительную не то есть в общей сложности это будет 4 ниточки и бежевая пряжа вот такого цвета тут у меня номер 03 здесь 36 возможно в китайских магазинах не во всех стоят одинаково вот эти номера так что смотрите уже по оттенкам далее я буду использовать спицы четвертого размера у меня укороченные спицы от нет про нова кубикс и укороченная леска специально для того чтобы удобно было вязать шапку также нам понадобятся маркеры можно приготовить крючок ножнички и счетчик рядов это уже в принципе по желанию итак давайте приступать сколько петель набирать самый щекотливый вопрос обязательно вяжем образец считаем сколько петель по ширине умещается в 10 сантиметрах делим это количество на 10 и получаем плотность вязания моя плотность вязания 2 петли в одном сантиметре далее измеряем голову обхват головы у меня 56 сантиметров 56 умножаем на 2 получается 112 петель необходимо набрать но при этом наша шапка должна облегать голову не просто болтаться на ней хотя в принципе многие любят носить более такие просторные шапки если у вас длинные волосы либо может быть кудрявые волосы и вы их выпускаете возможно вам подойдет такая более свободная шапка я люблю шапку такую обтягивающую поэтому я из этих 112 петель вычту 15 процентов у нас получается 95 целых две десятых и это число я округляет до 96 петель вот это количество я буду набирать почему я округлила до этой цифры потому что я буду делать закрытие на шапке на 6 клиньев и не надо чтобы вот это число делилось на 6 то есть свои цифры вы также должны подогнать чтобы ваше число делилось на 6 оставляю достаточно длинный хвостик нити и начинаю набирать на спицы обыкновенным классическим способом 96 петель плюс одну то есть здесь без всяких премудростей набираем на спицы 90 ну то есть свое количество петель плюс одну для соединения в круг и так петли набраны я вытаскиваю одну спицу и распределяю все ветли так чтобы у нас узелки смотрели в одну сторону вот видите как удобно то есть у меня не надо нигде вытаскивать леску я сейчас буду вязать шапку без каких-либо лишних так скажем тела движений и если у вас нет например набора и таких спиц которые накручиваются на отдельную леску есть на алиэкспрессе вот такие спицы вот то есть по длине это тоже самое они продаются по 10 или 12 штук то есть приходит целая куча вот таких вот пакетов с разными номерами то есть посмотрите по размерам это то же самое просто они не разъемные у них здесь цельная леска спицы очень хорошие качество классно нигде ничего не цепляется спицы мне тоже очень нравится на эти спицы я также оставлю для вас ссылочку и так теперь нам нужно соединить вязание в круг самую первую набранную петлю я переснимаю на правую спицу вот ведь здесь у меня окончание последняя петля и последнюю протягиваю через нее все здесь мы все подтягиваем и у нас получается ровно и красивое соединение теперь мы начинаем вязать лицевую гладь по кругу то есть вот здесь вот я поставлю маркер начала ряда и буду вязать лицевые петли можно сказать без остановки как вяжутся лицевые петли я думаю что время тратить показывать не надо поэтому сейчас я останавливаю камеру и включусь тогда когда нужно будет следующее действие и так в данный момент я провязала 20 рядов это у нас давайте посмотрим примерно шесть с половиной сантиметров и теперь я добавляю пайетки то есть это количество рядов у вас может быть по вашему вкусу другим я добавляю пайетки именно здесь все сейчас я представляю вот так вот ниточку и дальше уже вяжу белыми нитками с пайетками точно так же лицевыми петлями можете подталкивать пайетки на лицевую сторону чтобы у вас их было здесь побольше ну и чтобы они там потом не царапали нам голову и так я провязала еще пять рядов с пайетками 25 ряд у меня и до 25 до конца двадцать пятого ряда я не дошла несколько петель для чего я это делаю сейчас я буду менять ниточку смотрите сначала я две ниточки из четырех у белой вот здесь вот оборву оставлю эту ниточку сторонке и добавлю сюда две ниточки то есть дополнительную и основную нить другого цвета вот так вот они у меня здесь будут вместе можно поменять конечно и сразу всю нитку но так проще будет потом заправить их вот и начинаю вязать до конца этого ряда так перевешиваем маркет маркер отмечаю что я провязала ряд и еще провязываю несколько петелек теперь я убираю оставшуюся белую нить все белая ниточка мне больше не нужно и присоединяя вторую бежевую ниточку дальше я буду вязать уже полностью бежевой ниточкой здесь придержали хвостики все продолжаем вязать сейчас про вяжем 5 рядов с пайетками и дальше буду вязать просто бежевой ниточкой сколько рядов я провяжу я потом вам включусь и покажу и так вот что у нас получается в данный момент у меня провязано 60 рядов то есть помните 20 рядов было белой пряжей потом 5 рядов белой пряжи с пайетками затем мы добавили бежевую ниточку здесь провязали 5 рядов и после того как мы убрали пайетки еще 30 рядов всего 60 и в данный момент у меня получается 20 сантиметров и так сейчас мы будем закрывать макушку нам нужно общее количество петель разделить на 6 частей у меня 96 петелек то есть каждый сегмент у меня будет по 16 петель я сейчас в этом ряду расставляю маркеры маркер начала ряда у меня стоит давайте его поменяю вот на такой чтобы я знала что это у меня начало ряда он у меня отличается от всех остальных самый большой и теперь начинаем считать провязываем после маркера 16 петелек 3 4 5 6 14 15 16 ставлю следующий маркер и так до конца ряда по всему кругу расставляем маркеры и так маркеры у меня расставлены все петли разделены на шесть частей что делаем дальше вот мы доходим до маркера переснимаем его на правую спицу и следующие две петельки провязываем вместе все остальные петельки мы вяжем до следующего маркера очень удобно ничего считать не нужно мы с вами уже все посчитали маркеры расставили довязали до следующего маркера перекинули его провязали две петли вместе таким образом после каждого маркера мы делаем с вами убавку сейчас на этот ряд до вяжем до конца то есть до нашего первого маркера следующий ряд будем вязать без убавок в третьем ряду снова будем делать убавки и так далее то есть сейчас мы делаем убавки в каждом втором ряду все и петельки у вас будут убавляться и так смотрите вот таким образом делаются убавки то есть вот они наши клинышки они уменьшаются и петель на спицах становится меньше и в один прекрасный момент вам будет сложно передвигать их на короткой леске что можно сделать можно поменять спицы на спицы с длинной лески можно перейти на спицы чулочные я в своем случае маленькую леску сменила на длинную и теперь мы продолжаем вязать по методу magic лоб это магическая петля в переводе то есть я вот так вот передвигаю леску таким образом что у меня с двух сторон петля из лески вот с этой стороны сделала сейчас петлю и продолжаю вязать все то есть когда становится мало петель мы просто переходим на другие инструменты и так когда на спицах осталось 18 петель мы их все провязываем по две петли так вот здесь вот надо маркер снять эту петлю и возвращая 2 провязала здесь провязываю 2 маркер снимаю снова 2 провязываю то есть на спицах у нас сейчас останется 9 петель и так вот у меня осталось 9 петель я обрезаю ниточку берем крючок и вот эту ниточку протягиваю каждую из петелек чтобы затянуть макушку все у меня получилось вот такая вот макушка все теперь мы ниточку заправляем внутрь шапки прячем в ближайших петельках и делаем узелок точно также начальных хвостик нити уводим на изнанку прячем вот здесь вот в петельках и заправляем вот эти хвостики где у нас были соединения нити шапка готова вот в итоге что получилось вот такая красивая шапочка вот так выглядит у нее макушка теперь идем ее стирать делать вот его раскладывать на горизонтальной поверхности пушок у нее распушиться и будет чудесная теплая зимняя шапочка и так смотрите после этого шапка стала намного пушистее вот если вам видно я специально телефончик взяла на самом деле после носки она еще раз пушится и будет совсем такая пушистая пушистая и кстати после стирки петельки всех друг дружки прижались посмотрите связано плотно нигде ничего не просвечивает шапочка будет теплая и уютная за счет того что петельки приблизились друг другу может быть чуть-чуть шапка подсела так что не забывайте перед расчетами постирать образец высушить его и только потом вычислять свою плотность вязания кстати в instagram такие шапочки девчонки вяжут за две две с половиной тысячи так что ловите inside можете тоже вязать на заказ шапка отличная заказывайте ниточки берите спицы и вяжите приятных вам петелек с вами была юля и мой факультет рукоделия не забываем подписаться на канал поставить лайки написать комментарий жду вас следующих видео не теряйтесь всем пока пока